На дороге ремонтные работы. Добираться домой жителям улицы приходится по грязи. Но принять душ и постирать запачканные вещи местные жители не могут. На одной из центральных улиц, в которой день нет ни холодной, ни горячей воды. Ну, в каком виде, не помыться, нигде ничего, ну что это, тазиковая система, это же вообще караул. Мы дождевой водой посуду мыли. Вот дождевой водой. Это же инфекция и все, что угодно может быть. А другого выхода нет. А дети вот сейчас первоклассники будут идти в основном вот сюда. Мало идет вот туда в переулочек. В основном идут сюда, вот на Жихарскую и туда дальше, на Нижнюю Карачевку. Вот первоклассники сейчас будут идти вот так, по уши. Вот несу сапоги, чтобы он тут вот этот участок прошел. Местные жители вздыхают. Устали уже воевать за возможность помыть посуду и сварить суп. Немногие уже могут и вспомнить, когда воду отключили. Кто-то говорит, что водопровод прорвало неделю назад. Другие уверяют, что воды нет пять дней. Но ремонтные работы, по словам жителей, начались лишь пару дней назад. Тут звонили все. Вот это же у нас получается отрезок, вот от переулка и до этого переулка. И звонили. Я говорила, что я поеду на телевидение и буду в газету писать. Они говорят, и что, вам поможет телевидение? Коммунальщики говорят, ремонт затягивается из-за сложности аварии. Прорвало трубу, которая обеспечивает водой сразу четыре улицы. Внесла свои коррективы и погода. Ремонтировать водовод под ливнем практически невозможно, объясняют рабочие. Мы могли бы как бы выключить всю часть улицы. Получилось, что выключили только половину улицы. То есть как бы постарались, но так как мы же не будем предвидеть, что порвать трубы, правильно? То есть не так, это не то, что мы специально выключили воду. Просто порвало трубу и мы максимально пытаемся в третий день устранить порыв. Завершить ремонтные работы обещают уже сегодня вечером. Уверяют, повторения ситуации не будет. Старую трубу не залатают, а поставят новую вместо нее. Денис Квартальнов, Алексей Калмык, Медиагруппа «Объектив».